Классы 30-й школы непривычно пусты, не слышно ни звонков, ни детского смеха. Всё это пока. Буквально через месяц коридоры вновь наполнятся жизнью. Впрочем, и на каникулах здесь вовсю кипит работа. Сейчас ведутся последние приготовления к учебному году. Блестит свежими красками спортзал, радует глаз и отремонтированный пищеблок, готовая к встрече с юными читателями современная библиотека. А кабинет информатики пополнился 13-ю новенькими компьютерами и сенсорной панелью. Учреждения образования к новому учебному году готовы на сегодняшний день на 90%. Остались только работы по помыть, почистить. Очень большое внимание государство уделяет образованию, поэтому и вложения в учреждения образования тоже есть. Но и хочу сказать, что очень много вкладывают сами родители для создания уюта в учебных кабинетах для своих детей. Мы очень рады будем встретить наших детей 1 сентября в уютной, отремонтированной школе. Полным ходом идет подготовка к учебному году и в 20-й школе. Наводят лоск в холле, штукатурят и красят классы. В рамках капремонта здесь полностью обновлена входная группа. Отремонтировано крыльцо, установлены пандусы, усилены конструкции плит перекрытия под пищеблоком. Пет-коллектив и техперсонал, засучив рукава, приводят в порядок спортплощадку. Летом мы работаем все на ремонте школы. Покрасили в этом году первый этаж, стены перекрасили, был бирюзовый, стал бежевый. Лестницы красим, столовую тоже ремонтировали. И сейчас спортивное сооружение на улице делаем. Готова к встрече с учениками и 28-я школа. Ребята смогут проявить свою фантазию и творческие способности в отремонтированном лего-классе. Малышей ждут по-домашнему уютные группы продленного дня. В интерьере только яркие краски и натуральные материалы. Не обошли стороной тут и спортзал. Закупили инвентарь, заменили 14 окон, помог попечительский совет. Привели в порядок санузлы, привезли новую мебель, уже выгружают. В настоящее время учреждение уже практически на 100% готово для того, чтобы встретить своих детей. Пользуясь случаем, хотим поблагодарить своих родителей, членов попечительского совета за оказанную помощь в подготовке к новому учебному году. Территория школы охвачена видеонаблюдением. Девять камер по периметру и в коридорах. Вход в здание через дежурного. Службу несет департамент охраны. Комфорт, чистота и безопасность. Все, чтобы дети понимали. Их здесь ждут, им рады. А родители были уверены, ребенок в полном порядке. Безопасность на первом месте. За счет бюджетных средств к новому учебному году приобрели и установили новое пожарное оборудование. От аккумуляторных батарей до системы оповещения. Во всех учреждениях образования Могилевской области завершаются работы по модернизации и благоустройству. На ремонт будет затрачено около 11 миллионов рублей. Как бюджетных средств, так и спонсорской помощи. 17 учебных заведений региона ждет капитальная реновация. Среди них 1, 4, 6 и 20 школы города. Паспорта готовности должны быть получены до 20 августа. Татьяна Горбыч, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.